За 11 дней 4 журналистских материала. Новость, фоторепортаж, лонгрид и задание сюрприз. В его рамках ребята придумывали лайфхаки для любых сфер жизни. Таким был второй этап конкурса «Росатом Скул. Продвижение». В образовательном туре юные журналисты посетили онлайн-вебинары и мастер-классы с приглашенными экспертами из сферы медиа. Авторы лучших работ отборочного тура прошли в третий финальный этап. Подготовка к конкурсу «Росатом Скул» была на самом деле не из легких, потому что мы занимались дистанционно, через платформу Zoom, через переписку в соцсетях. И дети были немножко обеспокоены тем, что они участвуют в этом конкурсе впервые, и там столько сразу заданий на них навалилось. Илья Фиц изучает журналистику в медиа-студии «Фристайл» первый год. После месяца учебы он решил проверить свои силы на практике. Задания третьего этапа были для Ильи особенно тяжелыми, но интересными. Больше всего финалисту запомнилась работа в эпистолярном жанре. Илья написал письмо знаменитому флотоводцу Федору Ушакову. Я хотел получить совет от такого человека, который в своей жизни добился многого и смог преодолеть все свои сложности, так как в моей жизни стоит довольно-таки сложный вопрос. Я захотел узнать какой-то совет от Федора Ушакова. Ангелина Наговицына занимается журналистикой уже два года, но в таком масштабном конкурсе участвует впервые. Задание отборочного тура девушка преодолела с легкостью, а вот финал заставил понервничать. Сказывалась нехватка опыта. Ангелина написала письмо знаменитому сказочному персонажу – маленькому принцу. Я представляла его как своего друга. Да, у него такого хорошего друга, с которым мы уже давно не виделись. Я ему так уже пишу, будто он мне нужен твой совет. Ангелина и Илья только начинают свой путь в журналистике. Но с профессией пока не определились. Оба еще учатся только в седьмом классе, но в одном уверены точно – изучать сферу медиа они не прекратят. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.